Следующий наш репортаж о необыкновенной истории одного из кораблей Черноморского флота. Рассказывает Анна Конюкова. Есть на военном флоте древняя традиция праздновать дни рождения своих кораблей. Экипажу яхты «Ангара» Черноморского флота в течение 53 лет было запрещено отмечать этот корабельный праздник. Яхта родилась в 1940 году в фашистской Германии и была штабным кораблем, с борта которого любимец фюрера Гросс-адмирал Карл Денниц руководил боевыми действиями флота Третьего Рейха. Тогда корабль носил имя «Авиза Хэла», что значит «бегущая по волнам». Судно. Оно может быть не живой предмет, но оно душу свою тоже имеет. Любое судно. И вот когда был такой момент, когда мне сказали, что я начал день рождения отмечать, мне говорят, что это, допустим, я отмечаю поднятие фашистского флага. Мол, этот корабль, он топил наши подводные лодки. Я говорю, не корабль топил, фашисты топили. Немецкие военачальники любили воевать с комфортом. Поэтому, получив после войны роскошную яхту, советским особистам не пришлось ее долго переоборудовать. Лишь переименовали в «Ангару», позбивали повсюду нацистскую символику и перевели в ранг правительственной яхты. На палубе, где еще недавно разгуливали Гитлер и Еринг, теперь стали отдыхать Сталин, Каганович, Ворошилов, Микоян. При Хрущеве «Ангару» сделали судном управления Черноморского флота. С тех пор в этих салонах и каютах «Люкс» жили генсеки и президенты, космонавты и писатели. Красавицу яхту любили снимать в кино. Сегодня бывшая правительственная яхта переведена в ранг плавучей казармы Черноморского флота. На ней служит гражданский экипаж. А совсем недавно корабль пытались отправить на металлолом. Много, конечно, желающих. Очень много желающих его купить. Я не знаю, что они хотят делать, но, конечно, его хотят продать им. Потому что восстанавливать его, как «Квык», крутой захочется. Сегодня экипаж тревожит слухи о готовящейся продаже ангары в Германию, где яхту хотят сделать плавучим музеем. Ну, продадим мы ангару. Ну, сколько мы за нее там возьмем? Ну, пусть там миллион, два миллиона долларов. Ну, что мы на эти два миллиона долларов купим? Ну, топливо мы купим для того, чтобы вот эти остальные корабли наши ходили. И все, и она ушла. Небытие, наша история с вами, так же самое, как у нас уходят наши ветераны. Ангара пока стоит у нашего причала. Ее еще можно спасти и сохранить, если это кому-нибудь нужно.